Когда приехали весной сюда, были крайне удивлены. Яма есть, урны с прахом нет. Раскопали могилу, выкрали урну с прахом. Вот такую злую шутку обнаружила Антонина Куликова после родительского дня. Осенью прошлого года к могиле ее отца подхоронили прах мамы, согласно кладбищенским правилам в урне. Стоимость услуги 10 тысяч рублей. Вот только как долго прах покоился в земле, неизвестно. Весной женщина приехала навестить родственников и ужаснулась. Мы испугались сильно. Во-первых, мне плохо. У меня отнялись ноги. Мне ночью снятся покойники, которые идут за мной, приходят ко мне забирать. Урна исчезла. В вырытую яму неизвестные бросили черный хлеб. Рядом разбросали мелочь. Говорят, что деньги ложат тогда, когда на откуп дается. Для каких-то колдовских вариантов. Я понятия не имею. Если отбросить мистику, то женщина, хоть и не уверена на 100%, но все же подозревает работников кладбища. Только это мое мнение личное, что кладбище очень нервничает, что сейчас вот открыли кремацию и забрали у них кусок хлеба. После случившегося женщина обратилась в администрацию кладбища с официальной жалобой. Вместе с Антониной Куликовой в администрацию Некрополя заглянули и мы. Где урна? Где она? Где прах моей матери? На Аносова 8. Нет. Вы туда ее унесли? Я никуда никого не уносил. Обращаемся на Аносова 8, похоронную службу города, куда нас и отправил сотрудник кладбища. Здесь подтвердили инцидент и поступившее заявление. И рекомендовали обратиться в полицию, потому что это надмогильное сооружение. Это собственность или родственников, или лица ответственного за хранение. По имеющейся информации, она не обратилась в полицию. Но еще не поздно это можно сделать? Ну, наверное, да. Но полицейского все-таки пригласили. Уже сотрудники кладбища. Хотя это не входит в их обязанности. Сейчас правоохранители расследуют акт вандализма. Как можно прийти, взять, раскопать могилу чужую? Взять, забрать прах? Кому он нужен? Для чего? Это такое оскорбление для нашей семьи. А между тем, рассказывает Антонина Куликова, на днях ей позвонили и предложили деньги за инцидент в городе мертвых. Кто звонил, женщина так и не поняла. Хоть миллиард называй, хоть копейку называй. Прах-то он бесценен. Это память. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Прах-то он бесценен.